Одним из первых поздравил Александра Большунова и Дениса Спецова с успешным выступлением губернатор Тюменской области Владимир Якушев. И если во время Олимпийских игр глава региона делал это письменно, то по приезде ребят пригласил их на торжественный прием, чтобы в официальной обстановке пообщаться с молодыми, но теперь уже опытными спортсменами. То, что продемонстрировали ребята в лыжных гонках, это, конечно, такой очень серьезный прорыв. И, конечно, без лидеров никто, наверное, не ожидал, что такие результаты вообще возможны, но это здорово, что у Дениса и Александра это все получилось. Если в последние годы лыжные гонки пребывали в тени биатлона, то после Корейской Олимпиады все развернулось на 180 градусов. Были теперь люди достаточно узнаваемые, потому что вся страна обсуждала, нужно было Большунову лыжи менять перед заходом на последний круг или не нужно. Я позавчера в парикмахерской как раз был, так вот парикмахер рассуждал на тот предмет. Вот еще вот он лыжи не поменял, у нас бы золото было. За медальные подвиги Большунов и Спецов получили денежные сертификаты на 5 миллионов рублей каждый. Плюс оба лыжника теперь обладатели двухкомнатных квартир в Тюмени. Достойное вознаграждение вручили их наставникам Андрею Иванову и Евгению Ванюкову. Тренеры в знак благодарности за воспитание героев Пхенчхана стали богаче на 2,5 миллиона рублей. Сразу после торжественного приема в правительстве области олимпийские призеры отправились на встречу с юными лыжниками. Началась она вовсе не с детских вопросов. Добивайтесь своих целей, будьте уверенными в себе. Не так, как я, я не верю в себя, если честно. И даже не мог представить, когда я попал в принципе в юниорскую команду, что я вот не видел себя дальше, что может быть выше. И вот видите результат, поэтому ничего не бойтесь, у вас все получится. У вас огромный потенциал, у вас есть все возможности для того, чтобы показать высший результат. Это пожелание Дениса Спецова вдохновило на общение не только молодых атлетов, но и уже именитых спортсменов, достигших высоких результатов. Правда, в скалолазании. 28-летний Станислав Кокорин неистово воодушевился успехами лыжников. И теперь безумно хочет принять от них медальную эстафету на летней Олимпиаде в Токио. У нас бег по вертикали, у них бег по горизонтали, у них по снегу, у нас по стенкам. Я думаю, что только спортивный дух схож. Наша область одна из самых спортивных. И это всегда радовало. Тем более, что у нас есть такие олимпийские чемпионы, такие как Луиза Носкова, призеры Владимир Чебоксаров, и сейчас новоиспеченные призеры Александр Большунов и Денис Спецов. Я бы хотел выиграть медаль, но посмотрим. Посмотрим, как будет в Токио. Я надеюсь, что палки в колеса никто не будет вставлять. В свою очередь мы тренируемся много правильно. У нас есть лучший тренер, лучшая база, и мы будем стараться выиграть медаль в Токио. Несколько лет назад Большунов и Спецов сами были участниками подобных мастер-классов и встреч со звездами спорта. При этом никогда не задумывались о том, что в скором будущем станут давать советы подрастающим лыжникам. Они просто усердно тренировались и прислушивались к советам великих. Я, наверное, могу похвастаться только встречи с Анной Ивановной, Багалей, которая приезжала к нам на Кубок Малыша. Больше таких прям, не знаю. Истина Ковальчик приходила, когда мы были в юниорской команде. Мне рассказывали, как они тренируются, и для нас это было, конечно, шоком. Когда она рассказывала, что она с баллоном под лыжем катается и на зарядке тянет тот же тренажер около часа на шестерке. И мы удивлялись. И сами через это проходим и показываем результат. Ответы на вопросы о том, почему парни в детстве предпочли кататься на лыжах, знает, наверное, вся Тюмень. А вот эксклюзивную информацию о тройке по биологии в аттестате Спецова первыми услышали именно участники мероприятия. В детстве, в четвертом классе уже поинтересовался, почему мы не ходим, хотя числились секции. И после этого я начал уже ходить постоянно и с каждым годом совершенствовать себя. И в восьмом, по-моему, классе я просто тренировался целый день, там, по три тренировки в день, даже в ущерб учебе. На протяжении часа олимпийцы делились опытом, рассказывали истории из своей тренировочной жизни и старались подписать как можно больше автограф-карт, чтобы каждый желающий мог на память унести с собой розчерк призера игр. А вот сделать селфи получилось далеко не у всех. Попрощавшись, парни мгновенно исчезли из зала. Ведь уже 28 февраля Спецов и Большунов в Москве примут участие в приеме президента России. После чего вернутся в состав сборной страны и отправятся на этапы Кубка Мира.